Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Дилемма почти шекспировская. Интернет-пользователи всего мира уже давно поделились на два воюющих клана. Тех, кто за и тех, кто против татуировок. Мы решили выйти на центральную улицу города, чтобы узнать, как саратовцы относятся к рисункам на теле. Как вы относитесь к татуировкам и почему? Татуировка вообще... Я христиан, и мне не нравится просто. Но просто я уважаю человека, который сделает, но мне не сделают просто. Мне, конечно, нравятся татуировки, но на себе, конечно, не хотелось бы попробовать. Мне тоже нравятся татуировки, но если потолстеть, они как бы расширяются, как бы неохотно делать по этому. Ну, если они у меня есть, значит, я отношусь к ним положительно. У меня шесть татуировок, достаточно крупные. Я считаю, что татуировка просто так не делается, к ней доходят мысли, у нас годами. Поэтому это какое-то самовыражение, выражение каких-то памятных дат. Тут две позиции. Дело в том, что я еще священнослужитель, помимо того, что я хожу в зал. Поэтому есть моя личная позиция и церковная позиция. Церковная позиция, она однозначно против татуировок. Я в чем-то в какой-то мере с этим согласен. Но, в принципе, учитывая современные технологии, если малой человек делает себе подобного рода какую-нибудь картинку на теле, в принципе, он сейчас может ее вывести. Я отношусь к татуировкам очень положительно. Вот за этим я здесь и работаю, в принципе, чтобы заработать себе денег на татуировку. Во-первых, это больно, и заражение может быть. Ну, все что угодно. Но девушкам вообще категорически бы. Мальчишки пустят себя рисуют. А девчонки, они самые лучшие на свете. Они должны быть чистенькие, как ангелы. Исследования американских социологов показали, что каждый седьмой житель США имеет хотя бы одну татуировку на теле. В России эта культура пока не прижилась. У большинства россиян татуировки ассоциируются с криминальными структурами. Быть может, именно поэтому отношение к рисункам на теле в нашей стране пока неоднозначно. Дарья Матвеева специально для РЕН-ТВ «Саратов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова